Привет, ребята! А все ли вы знаете о муравьях? Мне кажется, нет. Ведь сегодня я покажу вам самых необычных и жутких муравьев, которых я содержал. Это не просто муравьи. Эти твари питаются кровью своих личинок, режут их и пьют гемолимфу. Встречайте, муравьи-вампиры! Дракула-Анс! Покупал я и в группе ВКонтакте под названием «В голове у мирмекипера». Практически у каждого вида муравьев вы найдете видео с охотой, чтобы понимать, что за монстров вы покупаете. Переходите по ссылке в описании и выбирайте своих муравьев из огромного ассортимента. И да, ребята, я осуществил свою давнюю мечту. У меня появились муравьи-вампиры. Более известное название у них – Дракула-Анс. И в целом, Дракулы – это не один определенный вид. Это название объединяет несколько подсемейств муравьев, которые пьют кровь. В частности, у меня муравьи – стигматома. Даже слово «стигматома» звучит как-то таинственно. Что же такого необычного в этих муравьях? Ну, во-первых, внешний вид. Сказать, что это муравьи, как-то язык не поворачивается. Какие-то космические особи. Голова у них чем-то похожа на мирмецию. Выглядят они и передвигаются достаточно неуклюже. Но это только на первый взгляд, пока муравьи не почувствуют добычу, например, таракана. Мне вообще тяжело было представить, как они будут сгибаться, чтобы ужалить свою жертву. А жалить у них есть чем. Они скрывают в своем осином брюшке острое жало. Да не просто жало. У муравьев есть ядовитые железы, которые впрыскивают при уколе парализующий яд. В нашей группе в ВК уже нашлись те, кого они укусили. И по ощущениям, боль сравнима с укусом осы. Место укуса опухает и болит. Так вот, эти неуклюжие с виду твари очень преображаются при виде жертвы. Становятся быстрыми и молниеносными. Хватают добычу и очень искусно жалят ее. Прямо поразительно. Кроме всего, они имеют какие-то фантастические когти на конце лап. Ими они очень крепко могут удерживаться и их не так-то просто оторвать. Правда, это им никак не помогает ползать по вертикальной поверхности. На ней они абсолютно не могут перемещаться. Но когти шикарные. Прямо как когти у киношных вампиров. Еще один аргумент в пользу вордалаков. И самое интересное, это, конечно, то, что эти муравьи питаются кровью. Самой натуральной кровью своих личинок. У насекомых она называется гемолимфа. Это жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях многих беспозвоночных животных с незамкнутой системой кровообращения. Выполняет те же функции, что и кровь. Дракулы выбирают самых крупных личинок на последней стадии линьки. И с хирургической точностью надрезают их со стороны спины. Личинки начинают истекать кровью. И муравьи слизывают эту жидкость. Стоит сразу сказать, что умные вампиры выпивают столько крови, сколько не окажут существенного вреда на развитие личинок. И потом из них появляются полноценные рабочие. В целом, в муравьином мире муравьи, как и люди, приспособились выживать в условиях голода. У людей на этот случай откладывается жир, который в период отсутствия достаточно количества пищи начинает использоваться организмом человека для нормальной жизнедеятельности. Какие-то муравьи формируют запасы семян, другие раскармливают отдельные личинки, чтобы потом в период голода их съесть. У других есть так называемые муравьи-бочки, которые хранят в своих специальных желудках пищу и отдают ее семье в случае отсутствия должного количества питательных веществ. Ну а кто-то пьет кровь своих личинок. По мне, это просто фантастическая приспособленческая особенность данного вида. Если задуматься, то практически каждый рабочий когда-то был донором крови своего хозяина. Жесть. Стоит сказать, что и сами личинки крайне самостоятельны. Они, как и многие личинки панирин, обладают очень развитым ротовым аппаратом, позволяющим им питаться самостоятельно. Достаточно такую личинку положить поближе к пойменной жертве и они уже сами, как вампиры, накидываются на нее и поглощают ее. Вот такие необычные муравьи у меня появились. А в следующем видео я расскажу историю о том, как я получил этих вампиров и как заселил их в фармикарий Азия. Для них я особым образом украсил арену, установив на нее самую вампирскую корягу. Как обычно, не обошлось и без эксцессов. Ну а обо всем поподробнее в следующем видео. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить появление новых видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok